Про глупого змея и умного солдата В тридевятом царстве, в тридесятом государстве Жил в старину один солдат Отслужил он службу и отправился в родные края Идет себе довольный, песни поет Ближе к вечеру пришел он в глухую деревушку Постучал в ближайшую избу и крикнул Любезный хозяева, пустите солдата на пустой А в ответ молчание Тогда пошел он в другую избу Но и там не отзываются К третьей направился и здесь та же картина Толкнул солдат дверь и вошел в избу Глядит пусто, только слой пыли да паутина по углам Интересно, размышляет солдат Куда это люди из деревни пропали? Решил он пройти по улице, жителей поискать Но куда не зайдет, ни одной живой души не видать Дошел до конца деревни и в самой крайней избе Обнаружил старичка, горько вздыхавшего на печи Здорово, хозяин! Приветствует солдат Здравствуй, служивый! Отвечает старик Отчаянный ты, видно, храбрец, коли пришел сюда А что же тут у вас страшного? А то, что появился в наших краях змей Всех людишко извел Меня лишь оставил А поутру прилетит мной позавтракает Да тобой и закусит Ему что один, что двое, без разницы Это мы еще посмотрим Не поперхнется ли? Отвечает солдат Я тут у тебя занучую А утром гляну Что за змей такой объявился? Ночь прошла спокойно А поутру изба закачалась Словно от сильного ветра Это змей прилетел Заглянул он в горницу И зело обрадовался И это хорошо, что вместо одного Их двое оказалось Сейчас славно закушу А не подавишься? Спрашивает солдат И это кто тут голос подает? Вот Тот, чья солдатская сила По боли твоей будет Ну, раз так, идем во двор Говорит змей Будем сейчас с тобой силой мериться Что ж, померимся Взял змей с земли Огромный камень и хвастает Гляди, как я его одной лапой сожму Раздавлю на мелкие песчинки Да ты не хвались Раздави сперва Зажал змей камень в ладони Поднапрягся Да как, стиснул Что осколки во все стороны брызнули Разжал лапу Лишь песок на землю стряхнул Эй, тоже мне фокус Говорит солдат А слабо тебе Из камня воду выдавить Ну, этого никто не сможет Отвечает змей А вот спорим, я смогу Погоди чуток Сбегал он в избу Где давеча еще приметил на окне Узелок с творогом Прихватил его Да вот двор Сжал узелок в кулаке Так что сыворотка и брызнула Ну что, теперь понял Кто сильнее? Да, служивый Рука у тебя посильнее будет А зато я свистнуть могу Погромче твоего А ну, попробуй Змей вздохнул поглубже И засвистел Деревья аж к земле пригнуло А листья как ураганом смело Разве это свист? Говорит солдат Сейчас я покажу Как свистеть надо Только Ты сперва глаза завяжи Чтоб они На лоб не повылазили Змей с опаской Завязал глаза А солдат тем временем Взял большую дубину Да, как и приложил Его по макушке У змея аж искры Из глаз посыпались Ой Заврал он дурным голосом Хватит, солдат У меня от твоего свиста Шум в голове И звон в ушах стоит Как хочешь А то, может, еще разок свистнуть? Нет уж Достаточно мы поспорили Станем-ка лучше дружить Как братья Ты мне будешь старшим братом А я тебе Младшим Ха Как-то Не с руки мне водить Дружбу со змеем Да уж ладно Так Тому и быть Тогда, брат Станем мы с тобой Хозяйствовать сами Первонаперво Сходи-ка в поле Где коровы пасутся Выбери ту Которая пожирнее Да домой волоки Хе Пошел солдат в поле Глядит действительно Гуляет стадо коров Призадумался он сперва А потом согнал их в кучу И начал за хвосты привязывать Подождал змей Покуда терпение не лопнуло И сам на лук прилетел Ой, ну чего ты возишься? Погоди чуток Вот свяжу все стадо И разом принесу к избе Чтобы запас был Какой же ты, однако, своевольный Зачем нам запас? Одной вполне достаточно Схватил змей за хвост корову Ту, что пожирней Забросил на спину И сам понес А этих куда девать? Выходит, зря их ловил Да привязывал Ой, оставь Они нам ни к чему Вернулись домой А воды в доме нет ни капли Возьми шкуру Наказывает змей солдату Сходи по воду Дополней набирай Обед готовить будем Взял солдат коровью шкуру А она и без воды тяжелая И потащил к колодцу Затем взял лопату И начал его по кругу окапывать Подождал змей А потом сам к колодцу пришел Ну чего ты опять возишься? Да вот Хочу колодец свои купать И поближе к избе перенести Чтобы за водой Всякий раз не ходить Ой, опять ты по-своему делаешь Нам воды нужно только на один раз Набрал змей полную шкуру воды И сам домой поволок А солдату говорит Ты пока сходи в лес Выбери дуб по суше Да побольше Чтоб дров хватило И тащи его домой Пришел солдат в лес Но вместо того, чтоб дуб корчевать Стал лыку обдирать Да веревку свивать А когда получилась веревка Неимоверной длины Начал солдат ею деревья Опутывать Подождал змей Покуда терпение не лопнуло И сам в лес прилетел Ну а теперь Ты чего возишься? Да лениво каждый раз За дровами ходить Думаю разом штук двадцать взять И домой принести Ну всегда ты что-то выдумываешь Не нужно нам столько дров Рассердился змей Вырвал из земли огромный дуб Забросил за спину И сам к дому потащил Кмурится солдат Делает вид, что рассержен Молчит, ни словечка не вымолвит Змей приготовил обед И зовет солдат к столу Тот отказывается И только трубку покуривает Сиел змей в одиночку все мясо Опорожнил целую шкуру воды И у солдата допытывается Отчего ты сердишься, старший брат? А от того и сержусь Отвечает солдат Что как я не стараюсь, а Все тебе не угодно Ладно, не обижайся Давай мириться Коли желаешь мириться Сослужи мне службу Отвези меня в рудные кроя А чего ж не сослужить Садись-ка верхом Взобрался солдат на змея Поднялся тот выше облаков И полетел к деревне, где солдат проживал А как на землю опустился Набежали со всех сторон ребятишки Детвора да как закричат Вот каков солдат Змей пленил Змея пленил Змей с перепугу не раз слышал И спрашивает Что они такое непонятное кричат, а? Это они говорят Что сейчас тобой займутся Ну раз в этой деревне Мальцы такие смелые Подумал змей Че ж тогда от взрослых-то ждать? Оставил он солдата И пустился на утек С тех пор о змеи И слыхом не слыхивали Будто в воду канул Прекратил он безобразничать По селам летать Да людей изводить До того перепугался Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok